В середине июля начнется реконструкция Владимирской церкви XIX века. Об этом рассказали на заседании Наблюдательного совета, контролирующего реконструкцию архиерейского дома. В совет под председательством доктора исторических наук Руслана Бзарова вошли историки, архитекторы, представители епархии, парламента и правительства. «Сегодняшняя наша первая такая встреча, первое заседание в этом зале, оно даст хорошие плоды и с Божьей помощью, я думаю, что в ближайшее время это здание будет отреставрировано и будут украшениями нашего города и помощь нашей епархии, безусловно». Восстановлением архитектурного здания займется некоммерческая организация Владикавказский духовно-просветительский центр, учредителем которого является Владикавказская епархия. Как отмечают строители, реконструкция церкви будет произведена в византийском стиле. Всего на восстановление здания площадью 2500 квадратных метров потребуется около 120 миллионов рублей. Здесь также будет восстановлена колокольня и алтарь. В комплексном здании в будущем появится резиденция архиепископа, епархиальное управление и духовное семинария. «Вот над ней будет восстановлена то, о чём я говорил, колокольная часть. Вход колокольный будет с кровлей. Мы тоже это устанавливаем». Единственным препятствием для начала реконструкции остаётся расположенная у стен здания автомобильная мойка, которая будет мешать провозить строительный материал на территорию, а также препятствовать проведению церковных мероприятий. «Есть сооружения, которые немного препятствуют развитию комплекса и будут очень сильно препятствовать нормальному функционированию комплекса, потому что вокруг данного здания должен быть во время праздников крестный ход вокруг храма предполагается. И эти постройки будут мешать проведению этих мероприятий, церковных торжеств. Затем просто-напросто эта мойка требует санитарной зоны. От данного типа здания это должно быть не менее 15 метров. Поэтому придётся, наверное, совместно с городской администрацией принимать какие-то меры». Напомним, в прошлом году Министерством обороны здание было передано Владикавказской епархии. Сейчас главная задача архитекторов – максимально сохранить первозданный вид здания. Работы планируют завершить в начале 2016 года. Кроме того, в новом году в рамках празднования тысячестолетия Крещения Алании планируется возродить духовную семинарию в Ордоне. Рай Адзантиева, Аллан Гасанов, Осетия ТВ.